Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний пятничный вебинар по эзотерике с Андреем Дуйко. Эзотерика Дуйко поможет вам жить так, чтобы было легко. Итак, сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы задали мне под моим постом, который я опубликовал 6 часов назад в Facebook на своей странице Андрея Дуйко автор. И я постараюсь сегодня ответить на эти вопросы, тем самым буду вам полезным. И хочу сказать, что мои вопросы связаны с эзотерикой, с поиском невидимых причин, а также мои ответы, они могут быть немного нестандартны. В случае, если вам не нравится то, что я говорю, я считаю, что просто не нужно лишний раз мучиться и смотреть. В случае, если вы решитесь все-таки перепроверить и воспользоваться теми идеями, о которых я говорю во время своих вебинаров, то не забывайте оставлять свои комментарии под видео, потому что ваши комментарии эффективности тех методов, о которых я рассказываю, во многом могут в дальнейшем дать человеку возможности и желания использовать данный метод. Итак, первый вопрос. Людмила Григорова. Шумит, да? Ну что? Идет трансляция, да? Сейчас, одну минуту, извините. Раз-раз. Итак, первый вопрос, Людмила Григорова. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите ли, подскажите, как мне избавиться, мне от страх, который затаился в моей душе очень глубоко. Спасибо огромное за помощь. Методов избавляться от страхов, их существует бесчисленное количество, огромное множество. Самые простые методы, каждый метод его можно пробовать, практиковать и так далее. Ну, давайте о некоторых методах я скажу вам, они действительно вам помогут избавиться от таких страхов. Первое. Сядьте ровненько на стульчик, при этом найдите симметричное место на одном колене одной ноги и на втором колене другой ноги. Постарайтесь думать о том, что вызывает у вас страх, надавливайте на точку на ноге, после чего думайте о том, что вызывает у вас радость, надавливайте на точку на другой ноге, после этого делайте так многократно, 10-15 раз, попробуйте, постарайтесь 2-3 минуты этому уделять, после чего через одну минуту надавливайте на две точки одновременно. Таким образом, объяснение происходит так. У нас есть возбуждающие синапсы, которые действуют по принципу возбуждения воспоминания, и подавляющие синапсы, которые действуют по принципу затухания. И в случае, если вы их привязываете к определенным точкам на симметричных частях вашего тела, то в случае, если вы их возбуждаете, создаете рефлекс, после этого возбуждение одновременно обоих точек приводит к тому, что воспоминания, которые были до этого возбуждены или на которые были произведены вот такие прицельные или нацеливания нашего сознания, они будут аннулированы между собой. Это самый простой метод. Какие существуют еще методы? Ну, самые простые примитивные методы, это поработать с собой с помощью бумаги. Берется лист бумаги белый, думайте об этом воспоминании и черной ручкой старайтесь данное воспоминание или ту энергию, которая есть в вашей душе, вычеркнуть на этой белой лист бумаги. Делайте это один раз в день, после чего такую бумагу сжигаете. Какие еще есть методы? Ну, самые такие простые примитивные, это слайд. То есть, представляете картинку того, что с вами произошло, видите это, представляете, будто видите это как слайд в своей голове, достаете этот слайд, произносите, да, действительно это было, я действительно не хочу больше об этом думать. И выбрасываете этот слайд. При этом ставите новый слайд, где изменяете картинку. Таких процессов очень много, об этом я рассказываю на первой ступени, я там даю методы устранения воспоминаний и страхов с помощью медузы, там всевозможные вот такие методы. Обязательно проходите первую ступень, сейчас первую ступень можно приобрести со скидкой, перейдя на мой сайт и найти для себя те ресурсы, которые могут вам существенно помочь. Это можно там со свечой отработать, с медузой, с золотинкой, с мантрами, кодами и так далее. Людмила Верещагина. Здравствуйте, Андрей Андреевич, сын уехал в Закарпатье в Салотвино шеф-поваром. Подскажите, будет он там работать или отдаст ли свои долги, или опять до первой зарплаты и сорвется? Скорее всего не будет работать. Галина Мирошник, Андрей Андреевич, в одном из вебинаров вы мне ответили, что я увижу с сыном, которого не видела 25 лет. Вчера произошла неожиданно из-за войны встреча, да, и радость моя померкла, потому что сын зависимый от курения травы. Возможно избавить его от этого? Смогу ли я повлиять на избавление от зависимости сына? Всего хорошего вам и вашей семье. Когда человек спрашивает у меня, то скорее всего он ждет, что я ему отвечу в виде какой-то эзотерической практики. Такая практика действительно существует. Она называется вымаливание. Но смотрите, здесь необходимо четко для себя понимать, вы сына своего разделяете с привычкой или привычка и сын, это одно и то же. В случае, если привычка и сын стал одним и тем же, то тогда, скорее всего, вы ему помочь не сможете. В случае, если вы разделяете этого человека на человека, которого вы знали без привычки, и на человека, которого вы знаете с привычкой, то, возможно, вам поможет мой метод, который 100% наверняка подействует на такого вашего близкого человека. Итак, первое, что необходимо сделать, необходимо в воспоминаниях разделить вашего ребенка и сказать, представить, с одной стороны, с левой или с правой находится человек, к которому вы хорошо относитесь и говорите, ты мой сыночек, ты мой зайчик, ты мое дорогое существо, ты мой самый любимый, мама тебя любит. Представьте его маленьким или выросшим, но так, чтобы у вас появились хорошие чувства. И представьте рядом второго человека или второе существо. Такое второе существо, это существо, у которого есть привязка. И второе существо, начните его ругать, это существо, и говорить, что ты пристала к моему ребенку, сколько это может длиться, как же ты задолбала. После чего, обведите, как я обучаю это делать правильно, или запечатайте, как я обучаю это делать правильно на первой ступени в школе Кайлас. После чего, из вот этого запечатанного мира вытолкните плохую привычку, или вытолкнув за пределы энергетической ауры, соберите это все и сожгите на свече. Вот таким образом вы сможете эффективно помочь. Сколько делать, если час каждый день, то на протяжении одного месяца будут 100% уникальные, великолепные результаты. Также очень много об этом я рассказываю на первой ступени. Надеюсь, ответил. Фанни Вера. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо огромное за ваш бесценный труд. Узятие, 41 год, болезнь Бехтерева. Болезнь Бехтерева на сегодняшний день не имеет лечения. Насколько я понимаю, данное лечение, его не существует. Колено правое распухшее, позвоночник сверху недвижим, уже мучается 15 лет. Можно ли ему помочь? Ну, ему можно помочь, только облегчив боль. Также есть терапия по лечению заболевания Бехтерева. В случае, если вы собираетесь делать это эзотерически, то тогда нужно пройти семинар, он называется «Эзотерическое целительство» или «Обучение целителя за три дня». Ну, и использовать те методы, там есть и методы для лечения эзотерическими способами, в том числе и заболевания Бехтерева. Ну, вот так. Валентина Василенко, я дуже люблю все те, що маю. Правильно, я благодарю Бога, що я живу. Супер. Мені все достатньо. Благодарю все, що можу чути ваші рекомендації. А що далі? Не зрозуміло вопроса. Олег Филиппов. Андрей Андреевич, коли, наконец, перестануть обстреливать Николаев? Уже просто выгорает душа. Хоча стараюсь использовать ваши советы. І смогу ли я открыть массажний кабінет? Да, ви можете открыть массажний кабінет і даже сейчас приносить пользу. Також по поводу обстреливати Николаев? Я думаю, що до середини, або до конца августа Николаев будуть обстреливати. Ничего сделать нельзя, со мной це, ну, якби я не при чому. Наталья Андреевська. В Николаеве больші предприятия не работають. Муж нашел по специальності работу на время военных действий ввренье. Правильне решення принял, поехав туда. Получиться зарабатывать правильно. Очень рада, что возобновили СРТ, от вас информацию, знания. Спасибо, правильно сделал. Ирина Шокова или Шокало. Безопасно находиться в городе Луцк, Волынской области, июль-август? Безопасно. Наталья Мамалыга. Один вопрос терзает душу. Будут ли военные действия в Одессе области? Скорее всего, нет. Но обстреливания будут проходить. Стараюсь делать все, как вы советуете. Не паникую, покупаю красивые саженцы цветов, высаживаю на участке. Радуюсь от их вида. Все крутят у виска, мол, с ума сошла. Моей семье ничего не угрожает. Нет. Или детей нужно увозить. Не нужно увозить. Вашей семье ничего не угрожает. И вы к радости эзотеричной совершаете правильные поступки и все правильно делаете. Ирида Ирида. Я ученица первой бесплатной ступени, прохожу с НГС-66. Раньше была заядлой чистюлей, даже чересчур. Как говорят, спала с веником и уже много лет ни к чему не могу подступиться. В доме жуткая грязь. Если что-то делаю, хочется умереть, я так понял. Что это может быть? Неужели сбылись пожелания свекрови по поводу того, что без мужа пропаду и даже полов не помою? Ей очень этого хотелось, чтобы я с детьми реально без него пропала и была в полной зависимости от них. Сам вопрос можно разделить на три части. Первое – это объяснение своей несостоятельности. Второе – какое-то заболевание или рассказ о каком-то заболевании. Третье – обвинение гипотетическое кого-то в том, что это все происходит. Итак, разделяя это все на части, хочу сказать, что в случае, если у человека появляется нежелание быть чистым или находиться в чистоте, то это говорит о том, что у него истощение центральной нервной деятельности или психической деятельности. Необходимо попить препараты, которые успокоят. Возможно, это возбужденное состояние или это обсессивно-компульсивное расстройство, что, кстати, очень на это похоже. Потому что именно при таком расстройстве обычно и находят кого-то, кого можно в этом обвинить. В целом, я бы хотел вам посоветовать все же обратиться, может быть, к психиатру. Пусть бы посмотрел, может быть, вы находитесь в состоянии тревожности. И вот с этой тревожностью нужно справляться. Потому что то, что человек не хочет находиться в чистоте, то, что человек не хочет ухаживать за собой, может быть, просто его затяжной депрессией, очень рекомендую. Я в школе использую три кода. Помните, трявсык, припутав и кистоплово. Попробуйте их почитать по 108 раз, каждая хотя бы один раз в день. Возможно, это вам поможет. Также попробуйте переехать в другое место. Попробуйте больше внимания уделять сну. Попробуйте водные процедуры, массаж. Начните пить витамины, гуляйте по вечерам. Найдите кого-то или что-то, или кого-то, о ком можно заботиться. Заведите кошечку, рыбок, я не знаю, кого-то еще. Это все в комплексе помогает. Данка Габошова. Я делаю ремонт в доме и где-то потеряла ключ от сейфа. Здесь тоже деньги для ремонта. У меня много вещей в сумках. У меня хаос во время переделки. Это, пожалуйста, помогите. Я достаю вещи из шкафов, уже не знаю, где искать. В какой комнате и где я его поставил. Я не знаю, оба ключа от сейфа на кольце. Вы можете мне помочь? Отлично. Лена Олена. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Получится ли у меня заниматься каким-нибудь творчеством, чтобы сделать это своим делом? Да, получится. Продолжать работать на своей простой государственной работе. Этот год и следующий продолжать. Потом ищите творчество. Вам сейчас ничего не мешает заниматься одновременно и творчеством, и работой? Не сложный. Наталья Квартник. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Уеду я с семьей в Англию или нет? И надолго ли? Скорее всего, не уедете. Спасибо огромное вам, что вы постоянно с нами, как мама со своими детками. У меня вопрос, когда чищу воском человека, выливаю воск, читая 108 раз, кив от роду и дальше. Правильно я делаю? Перед этим чищу пространство, ставлю себе защиту. Не знаю я, о чем вы говорите по поводу очищения воском. Я не особый поклонник очищения человека воском. Ну, правильно делайте, ставьте защиту. Валентина Бенькова. Перед плохими событиями в моей жизни снятся покойные родственники. Обязательно в тот же день случается что-то плохое, болезнь или травма. Очень хочется услышать ваше мнение, это они так предупреждают меня. Нет, это связано с вашей интуицией. Просто как-то объединились эти идеи, что когда сны снятся с родственниками, что-то происходит. И так интуиция вам подсказывает, а кому-то снится кони, что-то происходит, а у кого-то снятся червячки, и что-то происходит. В целом, в случае, если вам интуиция передает неприятности в жизни именно таким образом, то бороться или что-то делать с этим нет никакой необходимости. Светлана Садовская, скажите, мне 48, встречу я еще своего мужчину. Да, вся живу у дочери в Турции, но после войны хочу ехать домой. Правильно делаете? Хотя дома одна пустующая квартира, остаться жить в Турции. Нет, переезжайте в Украину. Людмила Павленко, хочу вас запитать, как я, не ваша ученица, что можно читать мантры мне, обослухать и практиковать? Конечно, будь ласка. Авелина Амодей, здравствуйте, помогите советам, как вернуть свое благополучие, если по дурости в прошлом подруге сильно желала разбогатеть. И она разбогатела и сразу же рассталась со мной, я подсознательно отдала ей свое благополучие, деньги, удачу. Как вернуть все обратно? Отправьте ей на карту, отправьте ей на телефон небольшое количество денег. Мысленно произнесите слова, отдаю тебе эти деньги, а взамен выкупаю и дальше все, что ей пожелали. Этого будет достаточно, если она позвонит и спросит, то трубку не берите. Ну или можете через какой-нибудь терминал отправить, небольшую сумму, там, какие-то мелочь, чтобы человек не особо даже обратил на это внимание. Оксана счастливая. Я очень прошу вашей помощи, ко мне очень плохо относится дочь, она меня ненавидит и не считает за маму. У нас были всегда хорошие отношения до того времени, пока дочь не познакомилась с женщиной, которая занимается так называемым целительством, помогает в процветании бизнеса, называется себя знахарка, настраивая дочь против меня так, как я против того, чтобы дочь следовала ее манипуляциям, за это еще платила деньги. Складывайте руки вот так и каждый день произносите, ты мой солнышко, ты мой зайчик, ты моя любименькая. Пусть все двери откроются, найди в себе силы вновь обожать свою мамочку, представляете, будто вы ее обожаете, будто вы ее обнимаете, она навстречу вам идет и с вами обнимается. Делайте так три раза в день, вот такое вымаливание, уже через неделю начнете с ней жить хорошо. Галина, также на первой ступени школы Кайлас я рассказываю объединение крови там и так далее, все это можно делать. Галина Бошне-Шальская, мне 47 лет, встречу я свою половинку, смогу ли найти устройство на работу по душе? Да, а что это вы по два раза спрашиваете, вам одного раза мало, я так понял. Как избавиться от панического страха, потерять сознание на улице после подобного происшествия, после ковида, спасибо, необходимо успокаивать нервную систему. Помогут препараты, антидепрессанты или нейролептики, если у человека паническая атака, то это диагноз. Что человеку необходимо делать в случае, если у него появляется паническая атака? Первое, не зацикливаться на себе и начинать переносить свой взгляд с объяснением, что вы видите вокруг, перед собой. Вот смотрите, как только у человека появляется паническая атака, он должен произносить, я вижу перед собой стену. На этой стене там зеленая, на ней изображены цветочки, там и начинайте описывать все, что вы видите. Смотрите, когда у человека происходит паническая атака, он концентрируется на внутренних состояниях, которые возникают в его теле. То есть это спазм, это головокружение, это адреналин и так далее. То есть в этот момент его сознание нацелено на происходящие изменения и анализ этих изменений, которые происходят в теле. Ему необходимо в этот момент максимально отвлечься от своего тела. Это единственное, что нужно и необходимо сделать вот мгновенно. То есть первое, что необходимо сделать, начать себе произносить все, что он видит, как можно дальше от себя. Я вижу облака, под ними я вижу елочки, под елочками есть люди. Вот летит птица, какая она там, клювик такой, лапки такие. Там я вижу перед собой. То есть это очень важно. Второе, начните очень быстро дышать животом. Обычно, когда у человека происходит паническая атака, то у него начинают напрягаться мышцы живота. Это достаточно давно замеченный такой факт. Для того, чтобы убрать вот такое напряжение живота, которое человек, как правило, не контролирует, он должен начать дышать очень сильно, выпячивая живот и втягивая. То есть второе, что необходимо делать, выпячивать и втягивать живот. Или дышать активно через живот, выпячивая и втягивая его. А вообще, при любой панической атаке дыхание становится поверхностным. Для устранения панической атаки нужно делать дыхание глубоким. В случае, если панические атаки появляются часто, пришло время обратиться к психиатру. Возможно, есть какие-то диссонансные расстройства и, возможно, это тревожные расстройства. Или это один из синдромов психических заболеваний. Возможно, это какие-либо из проявлений, видимо, каких-то, может быть, эндогенных заболеваний внутренних органов. Возможно, это сердечные заболевания и так далее. То есть, если не помогают мои рекомендации, то время пришло обратиться к психиатру. Считаю, что очень правильно. В большинстве своем панические атаки могут быть следствием того, что у человека длительное время бессонница, недостаточные гормоны или высокие гормоны, высокий кортизол может быть, сахарный диабет, гипофункция щитовидной железы, может быть, просто невроз хронический, пережитое иммунное заболевание или стрессовое состояние организма, вирусное, перенесенное вирусное заболевание и так далее. Это все в дальнейшем может приводить к тому, что появляются вот такие заболевания. Справиться очень часто человеку каким-то образом психически практически невозможно. Это гормоны мозга. Когда происходит паническая атака, то в этот момент снижается дофамин и очень растет серотонин. Ну и это все гормоны мозга. И вот какие самые простые способы лечения? Это использование лития, если бессонница квитерона и прикурсора дофамина и трептофана. То есть, если уже там дополнительно чем-то лечить, то принимать какие-либо нейролептики и так далее. Ну, этим должны заниматься профессионально обученные врачи. Ирина Пещенина, низкий поклон за ваши знания и труд ученица, дети в Николаеве безопасно находиться, да. Поговаривают, применение химического оружия не будет. Ирина Катасонова, несколько лет скрытое заболевание, горит, дубеет тело, как какой-то воспалительный процесс. По анализам не удалось диагностировать пока. Есть только проблемы по-женски, нет деток. Можете подсказать, да, в случае, если у человека дубеет тело, как вы сказали, это говорит о напряженности. Такая напряженность, о ней говорил еще психиатр Александр в своей телесно-ориентированной психологии. Он говорил о том, что он часто наблюдал в случае, если есть недостаточность прогестерона и эстрадиола. У мужчин в случае, если есть недостаточность тестостерона, может проявляться вот такие судорожные компоненты. Синельников когда-то говорил о том, что у человека происходит сжатие полости живота. Лурия говорил о том, что у человека при длительных неврозах может происходить ощущение, которое в дальнейшем может спровоцировать, похоже на судорожные или эпилептические какие-либо состояния. Все это может быть даже невротическим состоянием или даже развитием синдрома, какого-либо психиатрического. Что необходимо делать? Первое, необходимо увеличить количество употребления магния. Магния это естественный миорелаксант. И необходимо человеку, который испытывает неврозы, а кто эти люди, которые испытывают неврозы? Ответ, все люди испытывают неврозы. Самый лучший препарат нашего времени это магний B6. Его нужно использовать абсолютно всем. Для того, чтобы улучшить состояние еще и женских и мужских половых гормонов, необходимо применять кальций. Почему? Дело в том, что в случае, если у женщины низкий прогестерон, в случае, если у мужчины низкий тестостерон, то обычно повышается парадгормон, то есть кальций в крови. И я говорю, да, и для этого необходимо. Но откуда он повышается или откуда он берется? Организм его выдергивает из костной системы. И для того, чтобы он вернулся вновь в костную систему, необходимо экзогенно принимать вот такой кальций в виде цитрата кальция. То есть принимать цитрат кальция, принимать препараты йода, принимать магний B6. То есть это закономерно, на 100% расслабит ваше тело. Однозначно увеличить количество сна и даже дневного сна. Как сделать так, чтобы дочь перестала общаться с этой женщиной, которая занимается черной магией? Отлично. Людмила Кучер. Соспалить ее на свече, как я рассказываю в первой ступени эзотеристской школы Кайлас. Смотрите, я с удовольствием бы рассказал, как это сделать сейчас. Но я, к сожалению, не могу. Сам этот обряд с освещением свечи, зарядкой этой восковой свечи, какие свечи использовать, что это за обряд, как там сконцентрироваться, как передать, как это все убрать. Это все занимает приблизительно 1 час или даже 2 часа времени. Но я же не могу сейчас все отстранить и вам персонально давать технику убирания человека на свече. Помните, я говорил в первой ступени, что это чуть ли не самый лучший способ, который необходимо использовать эзотерику в своей практике? Вопросы эти могут исчезнуть. Сейчас первая ступень эзотеристской школы Кайлас идет со скидкой и подарком. То есть, купив обновленную первую ступень за полцены, вы можете получить бесплатно еще и старую первую ступень. Поэтому, пожалуйста. Валентина Лунгу. Можно вопрос, да. Моему сыну 13 лет, от него часто воняет, хотя душ делает каждый день. Не присматривая за ним, чтобы одежда всегда была чистая. Руки мокрые, что не трогает, оставляет грязные следы. Со временем, с возрастом это проблема. Всегда обильно потеет. Почти год пил серонтал Диторекс. С интервалом курс лечения вы назначили, когда ездил на морской курс. Может эзотеристская причина? Нет, не может. Пусть купайте сына в соде. Возьмите одну столовую ложку соды или две столовые ложки соды на ванну с водой. И пусть купается вот в такой или принимает вот такую ванну. Второй вариант. Возьмите и пусть делает обтирание с водой с содой. Дело в том, что любые запахи, которые возникают, это следствие деятельности бактерий. А как же или откуда берутся бактерии на теле? Бактерии берутся в случае, если есть повышенное выделение жиров. Повышенное выделение жиров приводит к тому, что появляются бактерии. И это всегда практически является следствием гипофункции щитовидной железы. Пусть начнет принимать йод, содержащий продукты. Допустим, продукт моей компании, который называется йодис. Вот такой вот есть. Йодиум 200. Одна таблетка, один раз в день. И обтирается водой содовой. Также обязательно пусть сбреет волосы, потому что именно от волос в паху и подмышкой может появляться вот такой запах. И контролировать это невозможно. Поэтому мальчика купите ему бритву и пусть он убирает. Елена Волошина. Крик моей души, умерли все мои родные, осталась одна, без детей, без мужных. Как мне срочно и быстро найти высокооплачиваемую работу, чтобы начать жить с нуля, все собой оплачивать и создать новую семью. Английского не знаю, давно не работала, самой быть в горе невыносимо. Я не могу вам дать такой совет. Я не могу вам дать такой совет. Мой совет, он звучит так, что вы его не услышите. Единственное, что вас может из этого всего вывести, это получать от жизни радость и удовольствие. Но вы, к сожалению, меня не услышите, потому что вы уже нацелены на то, чтобы бороться за жизнь и сами себя загоняете. Поэтому, как найти работу срочно мужа, поверьте мне, так не будет. Даже если вы будете чрезвычайно и сильно хотите кого-либо просить, так не произойдет. Проходите первую ступень. Если у человека есть жизнь, то когда он проживает в этой жизни, он живет для своей души. Вот смотрите, жизнь человека была создана Богом для того, чтобы он прожил. И каждая минута того, что с вами происходит, гипотетически или эзотерически, связана с тем, что для вас это Бог сделал. Если человек не радуется тому, что с ним происходит, то ему делают все для того, чтобы заставить его сожалеть о том, что ему жизнь не нравится. И заставить его делать так, чтобы он признался, что жизнь ему нравится. Таким образом, в случае, если человек живет и принимает ту жизнь, которая создает для него Бог, то Бог создает хорошие события. Если он сражается с жизнью, не принимает и злится на жизнь, то Бог создает события, которые будут хуже для него. Так человек нервный, психованный, не умеющий создавать хорошие чувства, хорошие эмоции, так человек оскорбляет свою душу. Есть хорошая книга, она называется «Пагавадгита», когда-то ее читал. Там сказано об этом, там сказано о том, что есть первородная душа человека, и эта первородная душа, она и жила, и живет, и будет жить. Есть Бог, который создает для человека каждый следующий день. Когда человек не хочет принимать то, что для него создает Бог, тогда Бог не хочет создавать ничего хорошее. То есть, ему неинтересно создавать красивое, потому что зачем красивое создавать, когда можно создавать плохое, это менее затратно. Поэтому человек, который не радуется жизни, получает жизнь плохую. Это и есть ключ, который может 100% изменить вашу судьбу. Радуйтесь мужчинам, радуйтесь себе. Получайте удовольствие от малого, от еды, от запахов. Хоть как-то. Это единственный выход, но вам не понять. Андрей Макаров. Зачем в бесконечность запихали время? Знаете, вопрос такой смешной немножко. Почему? Первое. Почему вы считаете, что в бесконечность время запихали? Почему вы считаете, что время существует? Почему вы считаете, что вообще кто-то куда-то что-то пихал? В эзотерике вообще считается время исключительно принадлежность этому миру, в котором мы находимся. А божественно, это безвременное начало. Ну вот как-то так. Наша душа, она имеет время или нет? Не опровергнуть, не доказать ее наличие, ее значение и так далее. Ну невозможно знать, а она есть. Знаете, раньше, когда-то, в 16 веке или в 17, когда впервые Джордану Бруно создал подзорную трубу и показал о том, что там можно посмотреть на Луну и сказал, что это спутник, а не висящая тарелка, вызвал огромное количество ненависти у тех людей, которые не верили в это. Они жили в объемах знания, доступные на то время тому процессу эволюционирования человечества. Наверное, Эдисон, который придумал впервые электрические разряды и показавший впервые аккумулятивную батарею, созданную из банки с двумя какими-то контактами, наверное, вызывал тоже переполох и страдания тех людей, которые утверждали, что только нет. На сегодняшний день, если бы я взял человека из 13 века и сказал, что если бы я попал в 13 век, и меня бы попросили, скажи мне, человек, что там в будущем? Я бы сказал, представьте себе, стена, а в этой стене две дырки. И вот в эту стену, там где две дырки, всовываются такие два штырька. И когда они всовываются, то появляется на такой коробке большой кино, как будто ты смотришь еще одну жизнь. А также вот эти две дырки, то мне бы сказали, вот это все, что ты говоришь, так не может быть. Я бы сказал, то, что это все создается, это создается электрическим током. Мне бы сказали, покажи электрический ток, а если не покажешь, то мы тебя сожжем. Вот мы где-то в такое же время живем. Сейчас вот я начал создавать и начал там что-то делать, это все вызвало бурю возмущения. То есть, там, создал специальные звуки, которые устраняют заболевания вирусов, там, ну, очень много всего, в общем-то, и собираюсь над этим работать в дальнейшем. Это сразу же вызвало огромное количество недопонимания. Почему? Ну, недопонимание, потому что тот вид эволюционирования человечества, он еще не готов к тому, чтобы получать или принимать такую информацию. Пока еще эта информация, она еще не подходит. Знаете, эзотерика тоже на сегодняшний день воспринимается туго, потому что люди считают, что единственное правильное правило проживания, это знание психологии, психосоматики, возможно, там, знание всех процессов и так далее. Человек со своим техногенным процессом или техногенными всеми достояниями на сегодняшний день не может объяснять большинства процессов, которые происходят, там, электрона, протона, там, даже процессов, которые происходят в человеческом теле и так далее. Ну и, конечно же, да, можно гипотетически говорить о том, что тот или иной процесс происходит, но бездоказательно, потому что во многом даже доказать то, что происходит невозможно. Ну и, конечно, когда я говорю о том, что это работает, то у многих появляется идея такая, как он может доказать? Никак. Это как в 13 веке доказывать наличие электрического тока в розетке, знаете. То есть, так же и в моем случае доказать, почему это работает и как это функционирует, ну, никак невозможно. Ирина Шабалина. Скажите, пожалуйста, удастся выбраться моему мужу Эдуарду и мне из нищебродской нищеты? Когда? Ответ дал. У старшей дочери сложная ситуация в семейной жизни. Она воспитывает дочь сама. Работает много, чтобы свести концы с концами. Встретится достойный мужчина. Встретится. Гуру Андрей Айвол. Хочу спросить у вас о рыбном масле. Могу ли я использовать его каждый день? Спасибо, дорогой Андрей. Можешь написать ответ мне на русском языке. Я писал письмо на английском, потому что у меня нет русских букв. Спасибо, Наринго. Я согласен. Очень хорошо вам пить рыбное масло. Я так предполагаю, что это омега-3. Омега-3 это великолепный препарат, который снижает холестерин. Это препарат, который хорошо воздействует на печень. Я считаю, что каждый человек старше 40 лет может использовать омега-3 или препараты омега-рыбное масло. Пожалуйста. Детям для развития, взрослым от атеросклероза. Пожалуйста. Алена Несенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я ученица вашей школы. Прохожу ступени платные и бесплатные. Участвую в семинарах. Стоит ли мне начать изучать? С картами Таро стоит. Галя Гаврушева. Когда можно будет вернуться домой в Станислав Херсонской области и будут ли сильные разрешения в селе при освобождении? Сильных разрешений нет и у вас ничего не пострадает. Поэтому сейчас еще нет. Аж в конце августа можно будет. Светлана Рудзате. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как улучшить здоровье моему сыну? Шизофрения. Спасибо. Хорошего дня. Есть. Я когда-то говорил о вот такой гипотезе. Если нарисовать... Сейчас я попробую ручку найти. Если нарисовать очки... Если нарисовать обычные очки, то разные люди... Если вот так разделить эти очки на две части, то разные люди по-разному на протяжении дня смотрят. Если у человека депрессия, то этот человек наклоняет свое лицо вниз, как правило, и его глаза, как правило, находятся вот ближе к вершине его глазниц. Именно поэтому я часто замечаю, что люди, у которых тревожное состояние и депрессия, они начинают смотреть из-под лобья, появляется у них хмурый, такой насупленный, можно сказать, взгляд. В то время как люди-мечтатели, люди, которые часто улетают в какие-то свои персональные идеи, их взгляд становится приблизительно такой. То есть это люди, которые закидывают голову вверх, стараются часто смотреть вот таким образом. Так люди-мечтатели, их глаза обычно более низко опускаются вниз, а люди с депрессиями обычно закатывают глаза вверх. В свое время мне пришла идея, и я сделал очки. Вот такие очки, которые я заклеил, которые я заклеил черным и оставил посреди этих очков две таких амбразуры по 3 мм абсолютно горизонтально самой линзе, через которые человек мог бы смотреть. И начал эти очки применять на добровольцах, которые хотели поучаствовать. И в дальнейшем очень заметным было улучшение общего психического состояния человека, у которого хроническое было заболевание, биполярное состояние, маниркально-депрессивного психоза. Количество и частота эпизодов и проявляющегося заболевания уменьшилось. И в дальнейшем, используя данные очки, я убедился в том, что они действительно способны улучшить сон человеку, помочь человеку избавиться от взрывов психических и так далее. Такие очки несложно дома сделать самостоятельно. То есть возьмите краску черную, ставьте эти 3 мм горизонтальный пробор или там прозрачные линзы, или пленку наклейте так, чтобы была непрозрачная. И начните такие очки применять. Сколько их носить? Чем дольше, тем лучше. Можно ли таким образом помочь человеку, который болеет? Если вы начнете это применять, и он захочет это одевать, то очень быстро вы заметите прогресс. В лучшую сторону, действительно, люди становятся более сконцентрированными, улучшается память, те люди, которые носят в домашних условиях, улучшается зрение, концентрация, память, сон. Одним словом, плюсов больше, чем минусов. Данна Берг. Доброго дня, дайте, будь ласка, мені відповідь на питання, чи буде в мене повноцінна родина, Надія. Виховаю одну донечку, 11 років важкувато, я вже читала мантери, робила ритуали, але все тихо. Может, не доля у меня будет? Доля у вас будет в паре, и вы одружитесь. Ната Солоду. Мир вашему дома, Андріноч, обнаружила около косяка входной двери снаружи воткнутую иголку. Что с этим делать? Не торопитесь выгонять иголку. В случае, если игла была поставлена вам для того, чтобы навести вам порчу, то заберите, раз вы заметили то, что вы хотите. Скажите, пусть тот, кто воткнул, отдаст мне, и дальше рисуйте крестик. Представляю плюс. Своё богатство, своё здоровье, своё везение и свой успех. А от меня пусть возьмёт, и дальше крестите, и говорите, а от меня заберёт наши болезни, наши страдания и так далее. И пусть оно висит, ничего с этой иголочкой не делайте. Раз вы заметили, раз вы это... Можно ещё нарисовать треугольник пальцем вокруг. Дело в том, что треугольник аннулирует влияние вот такого, можно назвать, вольта или подклада. Можно сказать, во имя Отца и Сына и Святого Духа, если вы верующий человек. Алла Соборная. Можно ли возобновить рост новых яйцеклеток, если уже начался процесс менопаузы? Ещё ни разу не видел такого, чтобы кто-либо каким-либо образом возобновил рост яйцеклеток. Насколько я знаю и насколько я помню из знаний, которые я получал когда-то по медицине, там было сказано о том, что ребёнок рождается уже с определённым количеством яйцеклеток. И он необратимый. То есть, одни дети рождаются у них одно количество, другие другое и так далее. Как их не растерять? Дело в том, что ряд яйцеклеток просто недоразвитые и недоразвиваются. Это связано, как правило, с неврозами и голоданиями. Поэтому, чем проверить количество яйцеклеток? Проверяют это обычно антимюллеровским гормоном, смотрят количество яйцеклеток, которые есть там... Всё это... Если их мало, то тогда шансы есть. Если их вообще нет, то тогда шансов никаких. Можно ли сделать так, чтобы те, которые есть, развивались и могли помочь вам забеременеть и родить здорового ребёнка? Можно. Есть препарат, называется Karunesh и Kinskit, который можно приобрести на сайте tibetan-formula.com. Ирина Серафимова. Спасибо за прибежье, помогала неоднократно. Мира и процветания. Спасибо. Татьяна Бойко. Как избавиться от страха в девочке 18 лет, если всё вокруг пугает? Если ребёнок часто боится, это может быть компонентом судорожного проявления. Давайте кальций, йод, содержащие продукты, давайте пастовит. Также активный образ жизни и активные физические упражнения могут помочь. Удлинение количества сна. Небольшое количество снотворных. Ирина Ковальчук. Уважаемый гуру, подскажите, пожалуйста, остаться мне в Германии или вернуться домой в Украину в Одессу? Можете вернуться в Украину, вам будет здесь лучше. Ирина Бондаренко. Я дважды вдова хочу спросить, будет женское счастье? Будет. Анна Лужанская. Спасибо. У мужа что-то выздоравливает, сразу заболевает, что-то другое. И он на работе, он бодр работает, а дома ни на что руки не доходят. Что делать? Когда мужчина дома не хочет работать, это говорит о том, что у него нет секса. Тестостерон работает. Нет тестостерона не работает. Ленивый мужчина, ставьте тире и пишите, нет тестостерона. Что делать с этим тестостероном? Первое, смотрите, мужчина имеет желание, но у него ничего не происходит. Имеет желание, но ничего не происходит. организм многократно выделял тестостерон чтобы была интимная жизнь потом говорит да сколько можно я выделяю тестостерон на кой он тебе нужен и после этого краник прикрывает говорит все не надо тебе этот тестостерон но его в баню все равно ты ничего не делаешь ниже не к жене не к людям и вот что происходит тестостерон уменьшается и тут нужно либо тестостерон либо возобновлять либо возобновлять как возобновлять интимное отношение чем старше мужчина тем есть хотите чтобы он работал дома дома должны быть стабильные хронические интимные отношения нравится не нравится нужно не нужно а кому легко и второй вариант просто покупаем ему мускус и трибулус это препараты моей компании и даем тогда это все стимулирует у него тестостерон начинает он появляться и он хочет работать вот так когда-то у меня была такая ситуация приехала женщина муж лежит ничего не хочет делать я говорю сколько вам лет она говорит мне 45 а мужу 55 а скажите у вас интим существует между вами на говорит вы знаете андрей андреевич мне как-то не очень ну и у нас как-то как-то сразу было так себе не сложилось ну у нас много работы всегда было ее хорошо объяснение понял но давайте еще раз она у вас есть или нет но она говорит есть но очень редко это когда мне хочется а так ну он как бы не проявляет свою инициативу а я уже там себе хочу там что-то другое и так далее андрей андреевич но это разве имеет значение до имеет я и говорю хочешь чтобы этот мужчина работал у тебя хочешь чтобы он вновь там занимался он там рыбак и было руководителем корабля какого-то не знаю как капитаном я говорю хочешь чтобы это было пусть между вами это будет а сколько я не могу сказать я не являюсь частью вашей семьи потом прошло время она говорит вы знаете андрей андреевич все сработало как вы говорили действительно все это очень эффективно вира молоди доброго мирного неба над головой усим домене вас питания сыну беде дружина выписала зи спільной квартиры выехала в сша пока и был в а то че варто витсуживать и частину жить житла дякую варто на таванра рзаева спасибо за бесценный труд моя дочь фидан 25 лет скоро выйдет замуж нет два-три года еще не выйдет лариса дзин валюк мне в августе 50 буду ли я же счастлива с мужчиной которого я знаю ли встречу другого если дадите шанс этому мужчине будете счастливы он вас любит хорошо относится вы ему нравитесь татьяня минько здрасте андрей андреевич мой вопрос сын данный момент в мексике уехал до войны по контракту от фирмы где работал отправили как лучшего сотрудника чтобы поправить дела фирмы это форекс ему сейчас трудно работать с мексиканцами другой менталитет ленивый он старается получится у него нужно уезжать пусть там живет добрый день андрей андрей скажите как правильно помогать людям можно ли деньги подавать нищим или нет если вы хотите помочь кому-либо то начните с детей самых близких родственников людей связанных с вами по крови им помогайте случае если у вас много денег то вы отдаете бедным часть этих денег вообще компрометирующий вопрос дело в том что у иудеев и у мусульман есть такое понятие как подавать ну и у христиан есть такое понятие как подавать небольшое количество денег нищим случае если человек это делает презирая человека то тогда это пойдет плохую сторону случае если этот человек которому вы помогаете зарабатывает на вас то вы потеряете в случае если человек принял от вас подаяние с благодарностью не потратил это на водку и не убил там молотком ребенка и так далее то тогда скорее всего это пойдет вам в плюс плюс в карму плюс жизни и так далее на сегодняшний день количество людей которые действительно нуждаются их много но одна из особенностей заключается в том что те которые больше всего нуждаются их на улице не найдешь очень интересно вот что когда я вижу видео такое там помогите кости костя там нуждается в операции и так и это везде публикуется и там в большом количестве это продвигается я знаю стоимость такой рекламы обычно стоимость такой рекламы которая постит вот такого кости у лёшу или петю обычно она может достигать до 3-5 тысяч долларов в месяц а постят по 10 месяцев тогда скажите кто это делает хотите помочь открывайте в интернете слова который называется онкологическая детская онкологии вернее онкологической педиатрии после этого находите где находится отделение онкологическое где находятся дети у которых есть проблемы там проблемы здоровья необходимость операции имплантации и так далее так далее хотите помочь вот этим людям необходима помощь есть такие места ранее хоспис называются вот можно туда деньги передавать есть дом дома престарелых есть детские дома так много есть людей которым действительно нужна помощь есть психиатрические больницы во многих случаях там очень очень нуждающиеся люди находятся здрасте андрей андреевич одна я сновидящая сказала мне уже отлично моя невестка делает мне моей маме смертельные порчи я читаю защитные коды и естественно верю в коды скажите это действительно правда что она порчу делает нам если это правда так как ей все обернется спасибо вам много сделать для меня нет это вас подсаживают на крючок вот это якобы ясновидящая которая видит порчи из глаза и заставляет вас к ней обращаться чтобы она вновь подтверждала она там устраняла и так далее это одна из особенностей первое напугать человека второе сделай так чтобы он решить никак не мог 3 заставляя его или выдаева из него деньги вы попали на удочку мошенников и шарлатанов и они скорее всего будут доить у вас деньги и самое смешное что даже я вам это говорю сейчас и понимаю что вы уже настолько глубоко попали к ней что быстро это все не закончится поэтому чтобы он дойко не сказал вы все равно будете искать возможности справиться она будет говорить что никто не справится это там она влияет и будете будете носить и деньги вот так она снова будет делать а девочка ни при чем потому что вас никто не влияет получу вы вызова американскую дочка в этом году спасибо получим да получше наталья ворона здрасте андреевич ученица пятой ступени на что мне обратить внимание из ваших практик для обретения целостного видения ситуации читайте мантру мгтгт парагатэ пара самгатэ бодисоха для меня остается вопрос принятие решений что может раскрыть доверие к себе читайте в такую мантру это папьяшвили здрасте у меня интересует ваше объяснение экзорцизма если можно сегодня объяснил экзорцизм это у человека есть пять слоев первый слой энергетических слоев первый слой это слой черного цвета черный цвет это вишну это космос это события которые появляются в жизни человека второй слой красный это астральный мир это огонь это проявление шивы после чего идет золото это объединение человека и бога это его физическое тело его кожа дальнейшем идет еще слой который называется зеленый это сознание чувства в этом зеленом находится душа человека дальше идет слой голубой он связан с воздухом связан с идеями человека его мыслями желаниями куда подует туда чтобы и плыла потом идет синий это элементы здоровья после синего или темно-синего идет белое вот это белое это проявление проявление унитаза то есть туда по идее должны все ненужные мысли падать у человека но почему-то вот это белое она начинает в человеке проявляться вот это белое но начинает проявляться когда человек выпивает занимается мастурбация на низмом обещает и не делает клянет и не тратится ну много разных таких нюансов правил тем самым продает таким образом свою душу и в его теле вот эта белая энергия она начинает прорастать она называется экзорцизмом или она называется подселением это может быть органическое неорганическое или грибковое подселение это все можно устранить каким образом ну есть семинар называется можно прийти ко мне на марафон я обычно там это убираю вот сейчас был последний марафон и я это устранял то есть я знаю как это делается могу ли я это делать нет я ни для кого это делать не буду только на марафоне только вот такие занятия можете ли вы это сделать самостоятельно я не могу посоветовать я не знаю как вам сделать самостоятельно если это да есть можно ли экзорцизм да есть экзорцизм навязаны когда человеку говорят это в тебе черки у меня была такая ситуация привезли девочку эта девочка в синяках и говорит из меня черки там достают черте и вот я там только молитву читать я начинаю кричать и так далее на самом деле у девочки психическое расстройство было после чего ее полечили в нормальное состояние пришла я могу сказать что большинство вот этих элементов экзорцизма большинстве своем является просто психически разновидностью психических заболеваний но бывают и нет надежда акимова участница школы опекун двух внуков оставаться в харьковской области богодуховский район бывший крат с краснокутский 30 километров безопасно вам безопасно но лучше оттуда на время хотя бы до конца августа выехать ксения петрова круто изменилась жизнь после новогоднего вебинара чудом попала из киева в баварию чувствую себя как дома и восьмой марафон проходила в баварии сложится дальнейшая жизнь до посоветуйте как убрать отек левой руки после неудачного кт если мази и массажи не попадают два раза в неделю в четверг и во вторник голодайте ничего не ешьте а также старайтесь как можно меньше пить воды обвязывайте ли об или делайте аппликацию с творогом это все достанет вас отек второй вариант на поясницу оденьте синюю нить она у мизинцы левой и правой руки железное колечко это тоже уберет у вас наталья очень ноги болят и слабость мази не помогают обратитесь к ревматологу возможно вы болеете заболеванием ревматоидным и вам необходима медицинская помощь петро лиценко як мені позбутися затвердені на шиї заду вліво від хребта появилось це неподобство місяців три-чотири назад зараз біль при повороті голови вліво при підніманні все це прогресує грішно я мабуть може йда але щоб убрати потрібно поставити справжній діагноз який може вам поставити тільки доктор чи врач тому вам потрібно до врача хай він ставить діагноз це ліпома це чи це там якась ново утворення чи ще щось так що це не до мене але якщо ви будете знати ваш діагноз то можете мені за телефонати чи написати і я зможу вам педебраты правильный курс лікування та ты май здрасте андрея андреевич есть примета когда разбивается стекло это не к добру если разбивается маленькое зеркальце твое любимое что нужно делать для отворота ничего это никак не влияет на человека наоборот случись у человека плохая судьба случай если у человека ну очень там муж не может цепиться там любовник мучить там что-то плохое необходимо наоборот разбить зеркало и высыпать в проточную воду тогда жизнь изменится люда старунська доброго дня наш гуру андрея андреевич будь добру скажіть будь ласку чи варте бороться сп'янство мого чоловіка воды моєму 41 рок якщо кухаєте то потрібно я сегодня говорил самом начале как это можно делать эзотерически юлия дакевич здрасте благодарю за вашу помощь и знание мне 41 будет ли ребенок скорее всего до марина брайт лучше мне сейчас уволиться с работы найти новую в германии до доброго дня как избавиться от тревог и страхов переживаний благодарю заранее учитель в начале сказал об этом оксана ефановна подскажите пожалуйста каких действий мне ожидать от бывшего сожителя он не сильно угрожает магичит никто не магичит ничего не происходит его не бойтесь плохого вам ничего не сделает даша русина скажите сможет ли моя семья выбраться из нищеты с мужем не расписано может это влиять на финансовые отношения до в моей книге который называется магия денег кстати она выложена совершенно бесплатно на моем youtube канале андрей дуйко официальный канал там я говорю всегда обращайте внимание на то с кем вы живете и там же я говорю ставьте печать потому что если стоит печать то денег семья зарабатывает больше о расписаться нужно я зараз польси с детьми планую ехать и до киева подскажите хоть и можно нам зараз до мене 43 до вины я працювал закупивленников зараз я думаю в цему напрямку не можу як можно знайти ту роботу яка будет приносит и задоволение финанса любые продажи оптовые продажи все у вас будет получаться вы коммуникабельный человек вас руками ногами в любую работу возьмут вита владимировна спасибо большое за знание скажите я приобрела купюру вас магазине что мне нужно сделать или она начинает работать просто лёза лежа у меня в кошельке смотрите вам для купюры вот у вас лежит купюра как зарядить купюру что такое купюра купюра это 2 или цифра 2 там 2 долларовая купюра таким что вам нужно от вашей жизни вам да сейчас нарисую здесь доллар сша и у вас есть у вас есть 2 долларовая купюра что это обозначает 2 это 1 плюс 1 смотрите какая цифра в полюс то есть что она должна делать при плюсовывать как ее запустить а что вам жизни нужно и так берете купюру и говорите пусть добавится денег спереди пусть добавится сбоку пусть добавится сзади пусть добавится слева пусть добавится сверху пусть добавится снизу и представили будто вот везде она как магнит при плюсовала большое количество материального благополучие. После этого обвели со словами в Махумха Хохри, запечатали ваджрами, как я это объясняю, из шести сторон, и положили себе в кошелек. Марина Шаповало, дякую вам за всі відповіді на питання, завжди вами захоплюючись вашою добротой, через те дякую, чи варто чоловіки зараз кидати работу, в якому направляю? Не, ні. И повернутися, да, але кидати працю, работу не потребує. Татьяна Алийна, Кроманюк. Мой вопрос, живу в своем доме, поднимаю в шесть утра, работаю иногда до позднего вечера, питаясь, пытаясь все сделать, кроме есть еще и немного приусадебного участка, никак не удается навести порядок возле дома. Чем больше тружусь, тем больше, мне кажется, беспорядка. Что не так со мной? Как эзотерически исправить ситуацию? В Библии сказано, не поднимайте неподъемное. Если вы сами не справляйтесь, то часть оставьте и занимайтесь только тем, что вам может быть по силам. Человеку нужно рассчитывать на свои силы. Так уж бывает. У меня тоже были такие ситуации в жизни, когда много-много работаешь, а потом понимаешь, что это все тебе просто неподъемно. Пришло время где-то сказать стоп. А с другой стороны, знаете, у меня была ситуация, когда-то я приехал как раз вот в Краснокутск, почему-то я там был, Харьковской области, и был у своих знакомых дома. И там одна из этих знакомых, она говорит, у нас бабушка живет вот в этом доме, прям в Краснокутске, и Андрей Андреевич, у нее вот хочу вам показать КТ, и она болеет, и можете сказать вообще, что там ее ожидает. Бабушке уже 89 или 98, ну что-то очень взрослое, ее можно описать, она прямо над землей ходила, то есть она ну вот совсем больная такая. При этом бабушка свиней держит, при этом она курей держит, на огороде она все время работает с утра до ночи. И говорит, ну хоть скажите, потому что она не хочет никак к врачам идти, и так далее. И вот показали МРТ, или КТ, уже не помню, смотрю я на это все, там метастазы в легких, метастазы в поджелудочной железе, или опухоль поджелудочной железы, и так далее. То есть очень-очень плохое состояние. Говорю, а когда делали? Она говорит, ну бабушка жаловалась, болит животик, и вот повезли, и вот такое сделали. Врач сказал, что лечить уже не нужно. Говорю, ну да, лечить не нужно, и принимать ей тоже ничего не нужно. Так вот, по моему мнению, я думал, что бабушка в скором времени, скорее всего. И на несколько лет я там не появлялся, а через несколько лет у моего товарища была свадьба, он пригласил туда, я приехал к нему, и к удивлению своему узнал эту бабушку, которая на огороде вновь там ковырялась. Я говорю, как ваши дела? Она, у меня дела хорошо, вот, а я говорю, зачем вам так много всего? Она говорит, я буду работать, потому что надо внукам, надо дочери, что же они сами, а как же я их брошу? Вы представляете, она живет, ее мотивирует это к жизни, потому что она живет для кого-то. Ее судьба для нее не играет никакого значения. Вы знаете, иногда вот я думаю о том, что, а может быть, действительно, для человека очень важно жить для кого-то, потому что, когда мы теряем идею, для кого мы живем, когда мы вообще теряем цель, то мы сами себе находим болезни, и потом нас ничего не вдохновляет, нам ничего не хочется. Когда-то я читал книгу Золотова, да, наверное, Золотов точно, точно, Леонид Золотов, по-моему, это еще в детстве, это книга о войне, и там он писал о 9 батальоне, там, Будевном и так далее. Ну, и там у него было написано, что, а мы, будучи ротой солдат, никогда не болели, и прошли весь фронт, начиная от Харькова, и закончили Берлином, и прошли эти все, там, и то, и то, и то, в Красной Армии. И он там говорит, что почему-то мы не болели, но когда война закончилась, то мы все начали болеть. Видимо, наши, и вот он там дает объяснение, видимо, нам было некогда. На самом деле, нет, не то, что некогда, а когда человек живет, и у него очень, очень монументальные такие, жесткие, решительные задачи жизни, то этому человеку некогда болеть. На войне не болеет. Именно поэтому я хочу сказать, что одна, наверное, из разновидностей того, что мы начинаем болеть, это желание, чтобы те близкие, кто рядом с нами находятся, начали нас любить, относиться, может быть, более трепетно или обращать на нас внимание. И в тот момент, когда мы не болеем вообще ничем, это говорит о том, что у нас очень правильно поставлены мета задачи, что мы дерзко в бешенстве пытаемся вгрызаться в это и достигать. Этих задач нами поставлены. Ну, наверное, вам нужно одно из двух. Либо увеличить нагрузку, либо махнуть рукой и сказать, раз нет для кого, зачем я это все делаю. Тамар Нарошвили, спасибо за все, после развода мне останется этот дом и он будет платить алименты или продастся этот дом? Продастся. Татьяна Томах, мне 46 лет, очень болием колени, икры и пятки, огнем горят, нет желчного пузыря, есть, принимаю жир стресс. Благодаря вселенной встретила вас на похоронах интернет, на просторах интернета, смотрю все ваши вебинары, все глаза конспектирую. Ну, в случае, если у вас очень болят колени, то это, возможно, у вас подагра. Необходимо проверить молочную кислоту, вообще пурины и S-реактивный белок, антистрептолизин, сдать анализы крови и после этого определить, чем же вы на самом деле болеете. Жанна Тарасенко, прошу помощи для мамы, врачи сомневаются в диагнозе, его не установили, потому что не взяли гистологию. Мамы опухоль мозга, сделали облучение, каким препаратами можно помочь? Помогите, прошу. Пишите администраторам сайта и буду с вами общаться. Скажите, пожалуйста, мне 61 встречу я своего мужчину, свою судьбу? Нет. Мария Савчук, наш сын уже много лет, как после аварии. Подскажите, кто нам может помочь, кому нам обратиться? Обратитесь к операторам сайта Тибетон-формула.ком. Очень сильно болит зуб, разнесло всю щеку, к врачу не обращалась. Что делать? Обратиться к врачу. Пройдет с понедельника к врачу, сильно болит то, как к врачу, не пройдет само, что бы вы ни делали. Я воспользовалась вашим шумом для избавления от муравьев. Спасибо большое, он помог. Может, еще что-то для избавления от комаров. Есть такой вот у нас, есть такие у нас благовония, которые имеют, которые можно купить на сайте, называется репелленты. И такое благовоние избавит вас от комаров. Зажигайте или возжигайте, и комаров не будет. Действительно, проверено, очень хороший, нет запаха никакого, когда дымится, никак не ощущаете. Вот так можно продымить себя, и после этого на вас ни один комар не сядет. Проверено, прям великолепно. Один из моих знакомых сказал, что мне нужно дать Нобелевскую премию за то, что я создал вот это. Потому что он рыбак и говорит, да вообще, говорит, все абсолютно пользуемся этим, потому что пол палочки хватает, чтобы вообще на километр не было никаких комаров. Как вы это сделали? Злата Федорчук, за ваши советы записываю, перечитываю вопрос такой. Я врач-эндоскопист, но хочу поменять направление работы в медицине, планирую купить фракционный лазер и лечить недержание мочи. Стоит начинать работу? Стоит. И ту не забывать. Ирина Хаймола. Есть универсальный способ успокоить человека любого возраста, обвести его, отвернуться, представить, будто он сияет белым цветом. Татьяна Голован. Вам в школе Крайла закончила обучение в Германии успешно. Поздравляю. Все ваши методы работают, как швейцарские часы. Встал выбор в город Мюрхен, Мюнхен или Нюрнберг. Немного растерялась при выборе. Нюрнберг для вас лучше. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я из Мариуполя, там уже ничего нет. С вашей легкой руки я в Германии. Очень хочу перебраться в Канаду. Скажите, у меня там получится прижиться. Да, можете ехать, у вас будет хорошо. Наталья Мощак. Добрый день, Андрей Андреевич. Недавно про вас дізналась и все подобается. Підскажите, пожалуйста, то, кому молитесь и чем молитесь, чи доля уже визначена. У други помер сын вдома, не хворивши 26 роков, написали их все. Это карма и как им это пережить. Дякую. Ну, в том, чтобы им пережить, ну, наверное, это как бы не ваше дело. Ну, вы не сможете им посоветовать, как пережить. Это дело индивидуального человека. Почему обычно появляются вот такие удары судьбы? А вы замечали, что много людей на протяжении жизни что-то делают на шару? То есть, часто такое бывает. Особенно этим любят заниматься обычные люди. Знаете, на шару проехать, где-то не заплатить, что-то тихонечко украсть. Там где-то спасибо сказать, хотя рассчитывали на что-то, не доплатить там. Там, как мой знакомый говорил, хамелем. То есть, хамелем это так, чтобы как будто незаметно. У меня такие были ситуации. Был когда-то сосед, и он специально ждал, когда я выезжаю из двора, и все время говорил, подвези меня, подвези меня. Мне было неудобно, потому что, когда я его подвозил под метро, мне после этого необходимо было стоять там 7, 8, 10 минут в пробке. А когда я его не подвозил, мне было легко. И вот он постоянно говорил, подвези. И ничего я с этим делать не мог. Я же не пошлю его, он мой сосед. Так вот, вот такой хамелем, ни разу, кстати, не предложил не заправиться, даже бутылку не выставил. Но это не претензии, это его судьба. Вот такие, по чуть-чуть, по чуть-чуть хамелем, по чуть-чуть не доплатил, по чуть-чуть не додал, по чуть-чуть обманул, по чуть-чуть, это все долг. Или долги могут появляться даже так, человек говорит, через 7 минут приеду, не приехал, должен. Или человек говорит, обещаю, сделаю, не обещал, должен. Вот это называется кармические долги. Когда человек накапливает кармические долги, то у него может жизнь забрать. Самое дорогое. А что самое дорогое? Дети. Поэтому, если обещаете, делайте. Если нужно рассчитываться, платите. Не делайте так, чтобы по-смешному не доплачивать и бессмысленно обещать. Андрей Андреевич, доброго дня. Выйду я замуж. Отличные вопросы. Любовь Базюк, пожалуйста, подскажите, освободят Энергодар? Нет, до сентября? Нет, не освободят. Андрей Андреевич, скажите, будет Беларусь наступать и на Захидную Украину? Нет, нет, скорее не будет. Добрый день, смогу ли я вылечить серьезных заболеваний в планах проведения благотворительных выставок из-за оставшегося творчества. Если есть рецепты из вашей тибетской медицины, подскажите, я вам верю, спасибо. Что вы спросили? Не понял. Надежда Корбут, подскажите, пожалуйста, что может быть моим камнем преткновения, что мои практики не работают, повышаю осознанность, чувство радости, а возы нынче там. Нет, нужно больше радости, больше радости, больше радости, больше наслаждения, больше счастья. Как человек испытывает радость от того, что видят его глаза, от того, что создается его, от того, что он воспринимает свою жизнь, от того, что ему это нравится. А еще важное чувство, чувство радости в груди, нужно его найти. Сегодня я хочу открыть какой-нибудь текст из книги Пхагавадгита. И какой-нибудь. Люди в гуне благости поклоняются полубогам. Те, кто находятся в гуне страсти, поклоняются демонам. А люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Да, считается, в индийской культуре, в упанишадах, считается, что есть определенные гуны жизни. Гуны на русский язык переводится как особенность характера. Считается, что особенность характера человека делает или создает его судьбу. Поэтому, в случае, если человек, в благости или благороден, что такое быть благородным? Смотрите, благородство делится на два слова благо и второе родить. То есть, человек, который создает благо, каким образом человек создает благо? Он работает, он интеллигент. Смотрите, чем мы благо купируем, как в медицине говорят, или устраняем. Человек говорит, я хочу этим заниматься. Мы говорим, зачем оно тебе надо, ты придурок. Все, вы благо, которое мог бы человек создать, поломали. То есть, у него могло бы быть благо, а человек, который должен создавать благо, поломал эти блага у человека, тем самым создал неблагость. И вот много таких нюансов. А если разобраться, как человек живет? Вот человек проснулся утром и пошел он на работу. После этого там покричал в метро, пофыркал, на работе там сделал какую-то работу, после этого с кем-то там поговорил, поругался, посмотрел новости, вечером там поругал жену или с мужем, возможно, там после этого спать лег, и так далее. Вот посмотреть его излучение жизни и сказать или поставить, сделать вот такие весы и на одну часть весов поставить, сколько блага для людей ты создал, сколько родил ты блага для людей, сколько людей вокруг тебя этими благами будут пользоваться и сколько сделал зла. Так вот, в случае, если человек создает благо, благость, то тогда боги его слышат. Тут так и написано, люди в гуне благости поклоняются полубогам. То есть, находятся в гуне страсти, похлоняются демонам. А что значит быть в гуне страсти? Есть такие люди, утром проснулся в порно-сайт, после этого целый день думать о том, чтобы с кем-то переспать, после этого на ночь там и так далее. Вот они демонам служат, понимаете, их ничего не может успокоить. Я обычно говорю, ну, хочется, сделай. Хочется, сделай, потому что так часто люди думают об этом, что иногда прям хочется сказать, ну, ничего страшного, ты так много думаешь. А в эзотерике считается, что думать это тоже плохо. Или хочешь, делай, или если не хочешь, то не думай. Потому что, если человек думает много, он находится в этой гуне, и демоны начинают таким человеком управлять. А люди в гуне невежества, поклоняются духам усопших. А что такое гуна невежества? Гуна невежества – это когда человек все время запуган. И на меня кто-то влияет, и на меня кто-то еще что-то, и там кто-то на меня там создает влияние и так далее. Рядом будут находиться духи усопших, они таким образом привлекают к себе умерших, открывается калачакра тантра и так далее. Вот, знаете, это все начинается с 9 мая, давайте поменем этот незримый полк и так далее. Давайте то, что было, было когда-то. От того, что их кто-то сейчас, знаете, иногда смешным становится. То есть, дедушки, бабушки, которые, дети войны, им помогать не нужно, но нужно делать парады для того, чтобы поминать усопших. Что с людьми происходит? Непонятно. Сделали войну миллиарды долларов, и там 100 тысяч человек, там 500 тысяч человек уже погибло, я не знаю, огромное количество. При этом дорог нет, детских домов нет, люди голодные, там миллионы людей с больными зубами и так далее. Как такое может? И люди говорят, да, мы за войну, мы за войну. Да, ёханый бабай. Да, что ж такое с этим миром делается? Миллионы детей нуждаются в операциях, миллионы взрослых нуждаются, старики есть, которым необходима помощь. Нет, надо миллиарды тратить просто на вот это всё. Ради чего? Зачем? Почему? Из-за того, что... Лера Кузьмина. Как быть более коммуникабельным человеком? Есть же люди, у которых рот не замолкает, а я молчу интроверт. Для того, чтобы быть коммуникабельным человеком, нужно быть просто коммуникабельным человеком и в себе это развивать. Любое качество человек может добровольно в себе развить, если начнёт над собой работать. Эзотерика Андрея Дуйко. Прямо сегодня на моём сайте Дуйко.гуру вы можете получить подарок «Магия денег». Для этого вам необходимо перейти на мой сайт Дуйко.гуру и в левой части в колонке там есть кнопочка «Получи подарок». Вы можете получить подарок. Второе. Вы можете прямо с сегодняшнего дня увидеть огромное количество акций, которые есть на нашем сайте. При покупке со скидкой первой, второй и третьей ступени эзотерической школы Кайлас вы можете получить совершенно бесплатно ступени первую, вторую и третью соответственно эзотерической школы Кайлас, которые выпущены ранее. Беспрецедентная акция, которую мы до этого никогда не проводили. Также обязательно следите за новостями, переходите на сайт. Огромное количество интересных семинаров с невероятными подарками и скидками прямо сейчас, прямо сегодня. Измените свою судьбу. Если вам никто ничего не помогает, если вы не знаете, как изменить свою судьбу, вам поможет эзотерика Андрея Дуйко. Если вам не помогает ничего, поможет эзотерика Андрея Дуйко. Поэтому переходите, обучайтесь. Я знаю точно, что эзотерика, которую я даю в первых и вторых и третьих ступенях эзотерической школы Кайлас, это то, что уже изменило миллионам людей жизнь и дает и ответы на вопросы, и инструменты, каким образом можно тотально, 100% и изменить свою судьбу так, чтобы в конце жизни мы получили...